Как приготовить кашу из семян льна правильно! Нужно правильно выбрать семена льна для льняной каши! Здравствуйте! Приветствую вас на видео канале Доктор Скачков! А я врач, фитотерапевт, диетолог, нотропат Борис Скачков. Автор более 1000 опубликованных видео в интернете. Автор более 50 опубликованных дней и брошюр в разных странах. Часть книг заказать и купить через интернет можно! Сегодня я решил продолжить серию видео, что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже! И раскрыть еще некоторые особенности! Как правильно лечиться, вылечиться и жить без болезней! А именно! Как приготовить кашу из семян льна для здоровья правильно! И что будет, если вы приготовите такую кашу неправильно? Что мне нужно для приготовления каши? Многие говорят измельченные семена льна! Да! Они есть! По цвету видите! От разных производителей! Примерно по чайной ложке в каждой посуде! Здесь настаиваются холодным способом семена льна! Я их поставил вместе с огнем! И уже немножко мутность вода приобрела! То есть извлечение идет! Ну и что мне нужно будет для контроля? Жидкость с характерным запахом бесцветная! Жидкость с характерным запахом желто-коричневого цвета! И обычная пищевая сода! Когда вода закипит, я залью измельченные семена льна! И проверю производителей семена льна! А все ли они сделали правильно! Производителя этого я знаю! Как он готовил семена льна? Я знаю! А вот как готовил этот производитель свои семена льна? Я не знаю! И мы сейчас это с вами увидим! Вода практически у нас закипает! По всей видимости нам понадобится Возможно понадобится полоски пробаланса! Чтобы определить pH раствора! Я буду искать в семенах льна кислоту! Это слабая кислота! И возможно мы ее даже таким простым способом сможем найти! Ну вот! Чайник у меня закипает! И я свежеприготовленный свежескипяченой очищенной водой заливаю оба источника! Ну что мы видим! Процесс идет! И сразу могу заметить! Что здесь толщина несколько тоньше! Несколько меньше слой поднявшись с семян льна! Попробую проверить их лакмусовой бумажкой! Замечу практически одинаково! Не буду брать горячие стаканы в руки! Но практически цвет изменился! То есть кислоты я пока здесь по цвету не вижу! pH раствора показывает практически нейтральную! Поэтому здесь пока ничего не могу сказать о качестве семян льна! Попробую более грубое определение провести! Возьму обычную пищевую соду! Небольшое количество в каждую емкость! Если вы заметили! Пошло активное выделение газа на поверхности! То есть здесь кислота была! Другой ложкой! Чтобы не нарушать эксперимент! Я бы сказал и здесь! Пузырьков достаточно много! То есть здесь кислота была! Я понимаю, что производители поступили примерно одинаково! Но если посмотреть на толщину слоя, здесь он после размешивания увеличился! Интересное событие! Конечно! Открою вам карту! Попробую проверить еще коричневой жидкостью! Тут я точно знаю! Посинений не будет! Это йод! И он ищет у нас крахмал! Немножко получилось многовато! Не хочет такое количество йода растворяться в этой смеси! Ожидаемое посинение раствора не наблюдается в обоих случаях! Перемешал! И посмотрим, что будет дальше! Семена льна поднимаются! И визуально видно примерно на сантиметр! Здесь слой толще! Да! Здесь нет крахмала! Но здесь, по всей видимости, другой загуститель! Который увеличивает объем! Этого производителя я знаю! Я лично перед видео измельчил семена льна! Которые находятся вот здесь! Ну! На всякий случай! Бросим и сюда соду! Посмотрим! Может быть что-то не так! Но нет! Реакции нет! Сода растворилась! Пузырек один был внутри! Возух был внутри соды! Он вышел! И все! Реакции больше нет! Здесь же пузырьки все еще сохраняются! Ну и тут они были! Визуально сразу шло образование пузырьков! Слой толстый мы видим! Чем отличаются два способа приготовления? Так, по-моему, практически ничем! Семена льна просто были измельчены в обоих случаях! Но здесь был еще добавлен какой-то ингредиент! Для того, чтобы увеличить густоту каши! Которая получится в этом случае! Но! Это не самый лучший вариант приготовления шрота или клетчатки из семена льна! В данном случае, скорее всего, кислота синильная была! И реакция с пищевой содой произошла! Количество, конечно, небольшое! От одного стакана вам плохо не будет! Но если вы будете использовать неправильно приготовленную кашу из семян льна! То ваше здоровье будет страдать! Синильная кислота — это яд общиитовитого действия! Которая блокирует кислородный путь обмена в организме! А это обмен веществ в здоровых клетках! Онкоклеткам синильная кислота не нужна! Она им абсолютно никак не навредит в энергообеспечении! Онкоклетки, напомню, берут в бескислородных условиях из молекулы глюкозы две молекулы АТФ! И дальше образовавшуюся молочную кислоту токсина усталости отпускают в кровь! И берут следующую молекулу глюкозы! И синильная кислота в данном случае не помеха! Иными словами! Чтобы приготовить кашу из семян льна в домашних условиях! Ищите правильного производителя! Который думал о вашем здоровье! И удалил синильную кислоту, содержащуюся в цельных семенах льна, каким-либо способом! На этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать! С привычным подписчиком моих канала словами! Крепкого вам здоровья! И разумного к нему отношения! А пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео! Не забудьте поставить на это видео лайк! А я подумаю какое еще видео на тему здоровья и активного долголетия написать для вас! До новых встреч на моих каналах Доктор Скачков и Школа Доктора Скачков!